Девочки, у меня появились новинки в моей парфюмерной коллекции. Сейчас я вам обо всём расскажу. Парфюм пришёл из магазина ПД Пари. Вы этот магазин все прекрасно знаете. Парфюмерия не вызывает аллергии, не сушит кожу, так как ингредиенты все натуральные. Вы не переплачиваете за бренд и упаковку, покупая ароматы в фирменных флаконах ПД Пари. На сайте появился объём 15 мл, стоимостью всего 390 рублей. По промокоду под моим видео скидка 10%. Покупаете 5 ароматов и один в подарок. Акция продлится по 10 марта включительно. Все духи производятся из качественного сырья, полученного из Франции. Если вы хотите парфюм в стекле, в стеклянном флаконе, то, пожалуйста, предупредите об этом менеджеров. И за стеклянный флакон нужно будет доплатить 300 рублей. Для вашего удобства на сайте есть фотографии оригинальных духов. Но вы же можете приобрести аналоги любого объёма. 30 мл, 50, 100 мл. Или даже приобрести аромат в свою машину. Автоаромат. Такие тоже у них имеются. В этот раз я выбрала обалденные ароматы для весны и для лета. И сейчас я вам обо всех этих ароматах расскажу. Значит, объём 50 мл. Это духи от Михила Свитморфин. Вот такое интересное название. Девочки, это что-то. Этот запах не похож ни на один из тех, что у меня имеется в моей коллекции. Вот этого магазина. Это аромат чисто весенний, чисто женский, пудровый. Слегка слышится сирень первой нотки. Затем ваниль лёгкий, недушный. Это ретро-аромат. В нём слышатся нотки из нашего далёкого детства. Из нашей молодости. Мне здесь слышится даже аромат губной помады, которая раньше была в Советском Союзе. В общем, если вы хотите поностальгировать, то это аромат для вас. Был создан в 2015 году. Вот кто любит такие спокойные, спокойные запахи, вот это аромат для вас. Напомню, называется Свитморфин. Следующий аромат я заказала в объёме 30 миллилитров. Это Инканту Шайн от Сальвадор Феррагамма. На весну и на лето. Девочки, самая первая нотка. Ну, это, конечно, ананас. Его ни с чем не спутаешь. Здесь же и бергамот, и пассифлора. Затем переходит в пион, фрезио, персик. Это парфюм 2007 года от модного итальянского дома. Шлейф у этих духов обалденный. Это кедр, мускус и амбра. Следующая новинка в моей коллекции – это парфюм от Джамалон, Ирис и Белый Мускус. Девочки, Джамалон – это самая престижная марка парфюмерии. По крайней мере, мне так кажется. Я его обожаю просто. Очень изысканный аромат. Но поначалу, поначалу мне вот этот запах напоминает какое-то очень-очень дорогое мыло с запахом Ириса. Но потом эта ассоциация пропадает. Запах пудровый, нерезкий. Мне кажется, он чисто вечерний. Очень таинственный. Аромат больше подойдет для женщин от 40 и старше. Каждый аромат от Джамалон – это просто произведение искусства. Напишите в комментарии, кто любит Джамалон так же, как и я. Эта новинка от Виктории Сикрет называется Барре. Или Бар. Поправьте меня. Парфюм был создан в 22-м году. Это невероятный аромат. Я вчера весь вечер просто держала этот флакон рядом с собой на рабочем столе. И даже мужу брызнуло на его махровый халат. И он тоже ходил и наслаждался этим ароматом. Конечно, у каждого есть свои ассоциации, связанные с тем или иным парфюмом. Я сразу вспомнила наш шикарный отель в Паттайе, где мы отдыхали в последнее время. Это отель «Дусит Тони». При входе в этот отель есть французская кондитерская, в которой продавали и продают вкусные пирожные, тортики, какие-то лакомства, какие-то десерты. И вот этот парфюм пахнет, по моему мнению, именно каким-то шикарным дорогим отелем и сладкими булочками, тортиками. Вот что-то, что-то есть такое похожее. И мне муж, кстати, подтвердил, говорит, да, действительно, действительно это так. Мы когда в этом отеле отдыхали, и, кстати, я задавала вопрос, а чем у вас так вкусно пахнет, что за запах здесь стоит, они сказали, это большой секрет, мы никому не раскрываем название этого аромата. В общем, мне так они и не сказали, но вот этот парфюм мне прям напомнил, напомнил именно вот эту атмосферу дорогого отеля, именно со сладкими булочками, с кондитерской. Вот этот аромат очень хорошо смешивается с вашей кожей. Его нужно наносить совсем немножко, можно на волосы, да, можно на тело, но одного пшика вполне будет достаточно. В этом аромате применена новейшая технология, то есть микс из различных мускусов. Что придает этому аромату свежесть. Аромат пудровый, бархатный. И в то же время что-то в нем есть таинственное. Очень интересная композиция. Здесь австралийский сандал, фиалка и мандарин. Девочки, любой аромат вы можете сначала заказать в маленьком объеме, чтобы посмотреть, как этот аромат на вас ляжет. Как он будет носиться, я бы так сказала, понравится ли он вам. Потому что парфюм, выбор парфюма, дело тонкое. Доставка у них очень быстрая, девочки. Если вы будете спрашивать, я заказывала через ДЭК. Прям буквально вот от заказа проходит, ну, я не знаю, 3-4 дня, и заказ уже у меня. Не забывайте про акцию. И ссылочка будет, естественно, под видео. Знайся, я о чем жалею. Когда мы были последний раз в Таиланде, я не привезла оттуда живые растения. Оказывается, в Паттайе есть рынок выходного дня, где продают всякие-всякие растения в горшках. И я только сейчас об этом рынке узнала. И, в общем-то, там цены просто смешные. Есть, конечно, крупномеры, но их не довезешь. А есть маленькие, молодые растения, которые вполне можно приобрести за 10, 20, 30 бат. Представляете, какие цены. То есть это вообще, это очень дешево. Но провозить из Таиланда землю, песок, землю нельзя. Это, собственно, с короля. Поэтому, как делают цветоводы, фанаты цветов, они покупают эти растения, потом, значит, вытряхивают землю, смывают ее с корней. Ну, естественно, горшок можно выбросить, не везти сюда. Вот и землю надо куда-нибудь высыпать на улице. А корни просто обернуть, допустим, во влажные какие-то тряпочки, в салфеточки, все это в пакеты упаковать и в чемодан. А можно купить гидрогель. Гидрогель очень хорошо будет сохранять влагу и так распределить его вокруг корней. Я думаю, что все эти растения спокойно в чемодане, транспортировку переживут. В общем, я хочу в Таиланд и поесть фруктов, и поесть морепродуктов. Вот я размечталась. У меня дома есть много разных массажеров, которые я использую для здоровья. И вот сейчас, девочки, я активно стала использовать аппликатор, правильнее называть аппликатор. Некоторые называют его аппликатор Кузнецова. Это такие колючки, на которые надо ложиться. Сейчас я вам его покажу. Я совсем про него забыла. Он у меня в шкафу спокойненько лежит, а тут, когда я приболела, я поняла, что мне нужно как-то себя побыстрее вытаскивать из этого состояния болезненного. потому что чувствуется в теле еще сидит вот этот вот осадочек такой от болезни. Еще пока сидит. Да, девочки, если есть медики, вот подскажите, знаете, что я сейчас наблюдаю? Кстати, так, что-то у меня криво, но я в руке держу камеру. Ладно, немножко будет, может быть, криво показать. Вот, в общем, чего я наблюдаю сейчас? В течение дня несколько раз у меня как будто бы какая-то слабость в ногах появляется. Вот какое-то даже онемение, но легкое. Легкое. И именно передняя часть бедра. Вот это состояние, оно меня может настигнуть и стоя, и сидя. Об этом я говорила, кстати, эндокринологу, но она мне не ответила на этот вопрос. Что это такое может быть? И причем вот эта слабость, она не в руках, именно только в ногах, и именно в передней части бедра почему-то. До колена. А дальше все нормально. И вот прям, знаете, как волна слабости такая пробегает, такая раз, и держится какое-то время. Значит, как я от этого состояния спасаюсь? Ну, как бы это можно пережить, это же не больно, но оно неприятно. оно как-то противно. Я начинаю делать приседания. То есть от 5 до 10 штук, ну, сколько могу, делаю приседания. Или сразу начинаю делать массаж. Массаж от колена и выше. Прямо растираю себе ноги. Тоже хорошо. Можно потанцевать, кстати. Танцы спасают, да, когда подвигаешься под музыку. Потом это чувство пропадает. И вот я почему и достала-то этот аппликатор Кузнецова. Я на нем сейчас вечерами ногами встаю. Вот. То есть я его стелю на пол, под свой рабочий стол, где у меня компьютер стоит. И все. Носочки снимаю. И прям вот ступнями встаю вот на этот коврик и переминаюсь так. Ну, так, посильнее, посильнее, чтобы это иголочки кололи ноги. И, в принципе, очень хорошо, потому что я так понимаю, что кровообращение в стопах нормализуется, и в ногах то же самое. Вот. И еще мне помогает упражнение, когда я ложусь на ковер, на пол, и поднимаю просто ноги под углом 90 градусов и лежу. Включаю себе ролик какой-нибудь на компьютере и лежу так. Девочки, я в платье. Так бы я легла вам, показала. Неохота переодеваться. Ну, вы поняли. Просто лечь на спину и поднять ноги кверху. Очень полезное упражнение. И оно тренирует сосуды. То есть кровь с ног начинает оттекать по сосудам вниз. И вы так лежите. Ну, кто сколько может. Даже 5 минут, если вы полежите, уже будет хорошо. Потом вы встаете, делаете свои дела, допустим, какие-то. А потом опять вновь ложитесь и опять ноги поднимаете кверху. И опять отток крови происходит. То есть вы тренируете свои сосуды. Заставляете кровь бежать то вверх, то вниз. Очень полезное упражнение, кстати. Если вы не можете держать ноги на весу. Вот я на весу держу. Мне легко. Ну, сказывается моя спортивная молодость. Вот. А если вам тяжело, вы можете к какой-то стеночке прижаться и ноги положить на стенку. На какую-то опору. Вам так будет, конечно, легче. Вот. Но я так не делаю. Просто вот так на весу держу. И делаю, кстати, еще какие-то упражнения ногами. Там можно велосипед сделать. Небольшие махи ногами. Это тоже все очень полезно. Вот. Это тоже вот в моей ситуации очень помогает. То ли это побочка, вот эта вот слабость в ногах. А побочка может быть от бесопролола. Я читала, что там нередко наблюдается вот эта слабость в конечностях. Но у меня именно вот почему-то в верхней части ног, в бедрах. Вот. Или, может быть, ну, если у вас есть какие-то догадки, то напишите. Я сначала думала, вот когда у меня давление-то играло, да, может, думаю, сердце сильно накачивает в голову давление. И в ногах этой крови, наверное, меньше, что ли, остается. И ноги чувствуют слабость. Ну, это такое мое примитивное, конечно, объяснение ситуации. Ну, в общем, напишите ваши догадки, как вы думаете, от чего это может возникать. И я заметила еще такое же состояние. Я чувствую, когда у меня небольшое давление поднимается. Где-то 130-135. И тоже возникает вот это чувство. Чувство слабости. Как будто какие-то шевеления такие происходят. Вот, ну, в общем, интересное состояние. Раньше такого я не наблюдала. Ну, и вот мой эппликатор. Он у меня уже старенький, старенький, девочки. Вообще старенький. Я уж не знаю, сколько ему лет. Вот, когда-то я его вот заказывала на Фаберлик. Ну, он везде есть. Причем он есть разных видов. И большой, и маленький, и для шеи специально. Вот, ну, у меня вот такой. То есть я его полностью прям стелю на кровать или на пол. И спиной ложусь. И мне не больно. Мне прям нравится на нем лежать. Вот, спина разогревается. Кровообращение улучшается. Вот, я иногда на нем даже засыпаю. Вот, так же я его держу на шее. То есть кладу его вот так. И ложусь именно на область шеи, чтобы сюда попало, без подушки. Тоже лежу какое-то время. Тоже мне нравится, как после этого ощущаешь себя. Вот. Ну, или просто встаю ногами вот на эти колючки и стою. Очень классная штука, девочки. На любом маркетплейсе есть продажи. Вот, есть даже валики с колючками. Ну, то есть разные. Разные, разные. Есть маленькие такие специальные аппликаторы, которые даже можно на колени. Вот, у кого колени болят. Конечно, это не излечит вас ни от каких заболеваний серьезных. Но помочь, ну, какое-то время сможет. Улучшить кровообращение, снять небольшую боль, снять мышечные спазмы и так далее. Но, конечно, это не панацея. И назвать аппликатор каким-то прям вот лечебным, чудодейственным таким вот изобретением я не могу. Напишите, кстати, вы пользуетесь аппликатором? И как он вам? Как он вам зашел? Помогает? Хоть вы какую пользу от него чувствуете или нет? Я перешла в душевую, и у меня здесь прям целая аптечка. И вот, девочки, хотела вам, у вас, вернее, спросить. Так, ну, вот смотрите, что я пью. Вот. Вот пустырник пью, но сам он на ночь. Так, пикамелон, пикамелон. У меня муж сейчас уколы проделает и дальше таблеточки допьёт. Так, азофен мне шургин ещё выписал, кстати. Он мне не очень заходит, он мне даёт скачки давления, поэтому я сейчас его пополовинке пью. Это такое лёгкое, лёгко успокаивающее. Он говорит, вам нужно что-то добавить, помимо фенибута, вот, что-то добавить. Вот он мне его выписал. Это лекарство без рецепта не купить. У меня рецепт есть, девочки. Вот бесопролол, который вы обсуждаете активно. Давайте я вам проясню. Мне бесопролол выписали не столько для снижения давления, потому что вы начинаете как бы со мной спорить, что он от тахикардии, от учёного пульса. Да, я с вами согласна, конечно, он от этого. Он ещё и давление снижает, но его отдельно для снижения давления не прописывают. Его прописывают в комбинации с другими препаратами от давления. Мне же Шургин прописал этот бесопролол в качестве... Так, сейчас я буду простым языком выражаться. В общем, это бета-блокатор. Вот, это бета-блокатор. И у меня утром, я вам уже говорила, сильно возбуждается симпатическая нервная система. Ну, начинает сердцебиение, и какой-то типа стресса я начинаю почему-то испытывать. И Шургин говорит, это что-то похожее у вас на панические атаки, только скрытое и не ярко выражено. А вот панические атаки настоящие, они, наверное, точно так же проявляются, только ещё сильнее, чем у меня. А у меня ещё пока, так скажем, слабое проявление какого-то волнения. Так вот, вот этот бесопролол, я его с вечера выпиваю, и наутро он мне блокирует вот эту мою симпатическую систему. Вот. То есть, когда начинается выброс адреналина в кровь, да? Ну, медики знают, я сильно в этих всех делах не сильно... Я, вернее, не сильна в этих вот, во всяких там гормонах, названиях. Так, поэтому вот, как могу, так вам и объясняю. Так, дальше. Вот я допиваю валерьяночку, последнее. Ой, забыл купить. Ну, ладно. Так, это вот мужу прописывали немножко сердечко поддержать. Что-то он перестал пить. Он говорит, не буду я эту фигню пить. Вот, я вам уже говорила, да? Это триметазидин. Спорное, спорное мнение по этому лекарству. В общем, некоторые кардиологи говорят, мы давно его уже не прописываем. Вот. Ну, в общем, не знаю. И вот, смотрите, кроволол, вот у меня есть, это пузырёчек, ещё недопитый. Это настойка. И я купила девочке, девочке, купила кроволол в таблетках. Вот, у кого опыт есть, подскажите, пожалуйста. Вот здесь всего 20 таблеток. Вот эта таблетка, она заменит, ну, вот 30 капель, что мне вот этой вот настойки выписывали. Я вот не знаю, как рассчитать-то. Вот. То есть, мне-то настойка была, вот эта прописана, 30 капель, 3 раза в день. Ну, и она настолько противна, так противно её пить, что я купила таблетки. Таблеток мало. То есть, как мне так же 3 раза в день, что ли, пить по таблетке, я вот понять не могу. Вот. Состав вроде бы тот же самый. Вот. Но я сильно-то его не пью, потому что из-за фенобарбитала всё-таки это, я считаю, это не очень хорошая добавочка, этот фенобарбитал. Во многих странах он запрещен. А у нас... А у нас корвалол народное лекарство, считается, да? Ну, и вот фенебуд. Я купила свежую коробочку, уж я его сколько перепила. И вот эутирекс, который мне прописали. Кстати, тоже вот вы пишите, как это вам гормон... Это же гормон. Как это вам... Зачем вам выписали? Девочки, ну, врач выписал. Ну, не я же сама. Я же не занимаюсь таким прям самолечением-то. Врач выписала. И она выписала на полгода до следующего анализа ТТГ. Вот чего он покажет. Может, потом мне не надо будет его пить. И как потом, типа, вы слезать будете? А как слезать? Молча. Как с него слезать? Возьму да слезу. Врач все объяснит. Вот. Так что она сказала, пейте, не бойтесь, щитовидку надо поддержать. Что... Кстати, врач сказала, что эутирекса не надо бояться. Он продлевает молодость, дает энергию, хорошее настроение. По крайней мере, эндокринолог сказала так. Тем более, она говорит, я вам выписываю совсем маленькую норму. Так что, девочки, все, как врач прописал. Ну, а по корвалову я от вас советов, девочки, жду. Как вот, смотрите, это равносильно? Одна таблетка, вот, 30 каплям. Или неравносильно? Как быть-то? Как принимать-то его? У кошек сонный час. Коди любит. Забираться на котел водогрейный. Там тепло. Вон он спит. Венеция вот здесь спит. В душевой, да? Венеция здесь спит. Ах ты моя толстая, хорошая. Девочки, вы про дымку спрашивали? Значит, смотрите. Да, я дымку сама всю зиму не видела. В общем, зато видела соседа. И сосед Сергей сказал, что дымка живет у них в сарае. Но сарай закрыт. Поэтому она не гуляет, не выбегает. В сарае у них, видимо, мыши. Дымка очень хорошо ловит. И крысы мышей. В общем, ей там не скучно есть, видимо, чем заняться. И Сергей говорит, мы ей в сарае в самом сделали теплый домик. И она там, в этом домике. И они ее кормят. Значит, они пытались дымку домой позвать. И, говорит, она такой скандал им закатила. Только они дверь закрыли. И, в общем, она начала скандалить. Она не любит закрытых дверей, не любит помещений никаких. Вот. И, в общем-то, они не смогли ее приучить к дому. Поэтому живет она у них в сарае. Когда они открывают дверь, она, говорит, выбегает из сарая. Ну, вроде как на улице погулять. И подбегает все время к нашим воротам. Но так как в этом году много снега, под воротами сейчас не пролезешь к нам на участок. В общем, ей негде пролезть. У меня Вадим пытался там откапывать. Но ничего не получается. Там все заведенело. И никакой подкоп не сделаешь для дымки. Поэтому теперь будем ждать весны. Вот. И тогда уж дымка, когда будет гулять, мы все ее увидим. И Сергей говорит, она и на улице-то не очень хочет. Она пробежится, погуляет и прямо в сарай сразу быстрее бежит. Так что все с ней хорошо. Но вот я всю зиму дымку не видела. Как она там? Как чего? Ну, у Сергея хорошая семья. Они с женой любят кошек. Они ее кормят. Все хорошо. Я привет передала дымке. Говорю, привет ей передайте. Вот. Ну, в руки кошка-то не дается. Она такая полудика. Ну, хоть в тепле у них там и то хорошо. Она размырликалась. Размырликалась. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я в окошко впервые за всю зиму увидела дымку. Сидит у Сергея у соседа на крыше. Я даже за камерой сбегала. Вон она. Вон она на солнышке греется. Ой, толстая-то какая. Скоро будет ко мне бегать. Вон она нежится. Уже потихоньку хозяева окрестных домов выпускают своих котов на улицу. Всю зиму у нас ни одного кота не было видно. А сейчас, смотрю, и рыжий уже гуляет. Вон дымка выползла. Вон она. Интересно, вспомнит она меня или нет? Да, наверное, вспомнит. Ой, как ей классно. Ой, как ей хорошо там. Вон она. Ой, солнышко. У нас сегодня плюс пять. С крыши капает. Прям весной запахло, девочки. Напишите, какая температура в ваших городах и населенных пунктах. Очень интересно. Возьмите, какие температура в ваших городах и населенных пунктах. Продолжение следует...